Слово Сегодня я вновь приветствую вас чудным именем Господа нашего Иисуса Христа. Мы дошли с вами до 15 главы Евангелия Теоанна. В беседе в горнице вы заметите неоднократные повторения. В первых 11 стихах 15 главы Евангелия Теоанна Господь 10 раз использует слово «пребывать». Мартин Лютер говорил, «Я каждый день повторяю в своих проповедях об оправдании через веру, потому что каждый день мои прихожане об этом забывают». Беседа в горнице занимает место среди самых глубоких богословских фрагментов Нового Завета. Величайшие истины и истории мира открыты в этой проповеди. За несколько часов занятий в июне 2009 года эту проповедь не осмыслить. Прежде всего, ваша задача заключается не в том, чтобы овладеть знаниями, а в том, чтобы эти истины овладели вами. Эти истины начнут доходить до нас, проникать в наше понимание, только при условии неторопливого, вдумчивого, молитвенного изучения Библии. Сегодня мы бы хотели всего лишь помочь вам приступить к началу этого изучения. Мы с вами отвечаем на вопросы о том, кто же такой Христос, и кто же мы с Ним и в Нем. Именно поэтому так важны слова Христа о самом себе. Я есмь. Я есмь хлеб жизни в 6 главе. Я есмь свет миру в 8 главе. Я дверь овцам. Я пастырь добрый в 10 главе. Я воскресенье и жизнь в 11.25. Я путь, истинная жизнь в 14.6. И вот мы подходим к 15 главе, где Христос говорит, я лоза, а вы ветви. 15 глава, 1 стих. Я есмь истинная виноградная лоза, отец мой винограды. Мы будем взять немного времени, пытаясь понять, что эта иллюстрация вообще означает. К чему же эта иллюстрация? Вчера мы уже сказали, что, строго говоря, в Евангелии от Иоанна нет притчей. Но этот текст очень похож на притчу. И это парабль в том смысле, что репрезентационная языка используется. В частности, в том, что на практических примерах Иисус открывает глубочайшую духовную истину. Ведь на самом деле Христос не лоза, мы не ветви, а Отец не винограды. В точном смысле это не так. Но между ролью Иисуса Христа, ролью Бога Отца и нашей ролью, с одной стороны, и ролью лозы, ветвей и винограды, а с другой, есть очень важные поучительные параллели. Я думаю, существует, ну, по крайней мере, 10 способов толкования этого фрагмента. А из них я упомяну три толкования. Одно толкование заключается в том, что если мы не будем пребывать во Христе, если мы не будем пребывать на лозе, то мы не будем приносить плод, и в конечном счете не будем спасены, потеряем спасение и попадем в ад. Вчера я уже говорил о том, что большинство христиан принимают это учение, они верят, что можно в какое-то время быть спасенным, а потом спасение потерять. И Иоанн 15 является доказательным текстом для этого позиции. Это место, где можно легко аргументовать, что Иисус предупреждает последовательную смертью. Такая точка зрения аргументируется и доказывается, в частности, 15 главой Евангелия от Иоанна. На основании этого текста легко предположить, что спасение можно потерять, что можно попасть вновь под осуждение. Вчера я говорил о том, что не принимаю такое учение и не усматриваю его в данном фрагменте, в частности, потому что в любой притче есть один основной смысл. Нельзя свободно и вольно интерпретировать притчу. Я привел пример из Евангелия от Луки, 18 глава, притча о вдове и о неправедном судье. На основании этой притчи можно высказать лишь одну мысль, сделать лишь одно применение. Нужно неустанно молиться. Иначе можно прийти к тому, что неправедный судья представляет в этой притче Бога. Значит, и Бог неправеден. Но давайте на минутку представим себе, что да, спасение потерять все-таки можно. Давайте представим на минутку, что первые стихи 15 главы Евангелия от Иоанна как раз это и доказывают. Давайте представим себе на минутку, что эта притча говорит не только о важности пребывания во Христе для того, чтобы приносить плод, но и еще о том, что мы можем потерять спасение. Если это так, то Бог Отец должен был бы удалить всех бесплодных христиан, всех христиан, не приносящих духовный плод, с этой земли. Потому что во втором-то стихе говорится, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. Но неужели действительно Бог отсекает все неприносящие плода ветви? Посмотрите на церковь, окружающую нас, посмотрите на историю церкви. Неужели мы скажем, что плодоносящие христиане, христиане приносящие много плода, живут много лет? Христиане приносящие мало плода, умирают рано. Неужели мы скажем, что в церкви вокруг нас Бог оставляет только христиан приносящих много плода? А те, кто приносят мало плода, ну, все куда-то исчезают. Ещё обратите внимание вот на что. Люди, полагающие, что можно потерять спасение, обычно полагают также, что при желании это спасение можно обрести вновь. Но фрагменты, которые они используют для того, чтобы доказать возможность потери спасения, исключают саму возможность повторного приобретения его. Неплодоносящие ветви, ветви, которые не приносят плод, удаляют, обрезают и бросают в огонь. Скорее всего, самый частый, скорее всего, чаще всего для того, чтобы доказать возможность потери спасения, используется фрагмент из послания к евреям, 6 глава. Но в Евреям 6, 6 говорится о том, что людей этих невозможно вернуть в покаяние, невозможно возродить покаяние. Невозможно отпадших опять обновлять покаяние. Значит, если так, то человек, потерявший спасение, вернуть его себе уже не может. Очень опасно основывать важнейшее вероучение, важнейшую доктрину на притче или на поэтическом фрагменте. Неслучайно, один из важнейших принципов толкования Библии гласит, сложные фрагменты толкуются через простые, понятные фрагменты проливают свет на менее понятные. Открывайте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 6 глава. И обратите внимание на Иоанна, 6, 44. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. Итак, начать с того, что ко Христу невозможно прийти, если не привлечет нас отец. Так если отец хочет привлечь нас, то как ему, отцу, потом отправлять нас в ад? Неужели отец привлек нас ко Христу только для того, чтобы потом отправить нас в ад? Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. Я воскрешу его в последний день, говорит Иисус. Если спасение не действует, если спасение не действительно в последний день, никакого спасения не было. Евангелие от Иоанна, 6, 54. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Если вы действительно имеете вечную жизнь, то эта жизнь никогда не кончится. Если уж она кончится, значит она не вечная. Значит, иметь вечную жизнь, это обрести что-то такое, что от вас никто не заберет. Потому что вечная жизнь по определению не кончается. В Евангелии от Иоанна, 6, 58, Христос говорит, что всякий, кто ест этот хлеб, будет жить вовеки. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Мы видим такие же обещания мы находим в Евангелии от Иоанна, 10 глава. В Евангелии от Иоанна, 10, 28, Господь говорит, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Что же он нарушит свое обещание? И более того, этот стих продолжается, и никто не похитит их из руки моей. Итак, наше единство со Христом, наше пребывание во Христе заключается не в том, что... Основывается не в том, что у нас есть сила во Христе оставаться, а в том, что у Него есть сила нас удержать. В следующем же стихе он говорит о том, что никто не может похитить нас из руки Отца. Посмотрите на меня. Мы находимся в руке Христа. Вот это вот так вот никто не может сделать. Но это еще не все. Мы в руках Отца. Так что у нас есть двойная уверенность. Кто может нас вырвать? Не дьявол. Не никто не может. У меня нет сейчас времени подробно аргументировать свою позицию. Я не хочу покидать Евангелие от Иоанна, но все-таки очень коротко отступление сделаю. Одно из самых великих, самых ценных обещаний, данных нам, верующим, находится в Послании к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это не значит, что с нами происходит только хорошее. Это значит, однако, что Бог в своей силе, в своей власти обращает все события во благо. Какие события Он обращает во благо? Все события. В связи с этим задам вам такой вопрос. Представьте себе, что в результате каких-то событий вы утратили свое спасение и оказались на веки в адских муках. Как по Божьей воле вот это будет вам содействовать ко благу? He can't, can't he? Такого невозможно. Now, look at the next verse, Romans 8, 29. Теперь буквально следующий стих, 29. For whom He foreknew, He predestined to become conformed to the image of His Son. Ибо кого Он предузнал, тем Он предопределил быть подобными образу Сына Своего. If you are foreknown by God, that means you will become conformed to the image of Christ. That doesn't happen in hell. Значит, если вы предузнаны Богом, если Бог вас предузнал, то вы будете подобны, со временем будете подобным образу Сына Божьего. В аду такого подобия не обрести. Дальше мы читаем, о кого Он предузнал, тех и предопределил. Кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Вот это и есть проявление спасения. А кого оправдал, тех и прославил. Прославление, вот наша высшая небесная цель. По сути, наше спасение превосходит временные рамки. Оно как бы стоит на двух основаниях. С одной стороны, вечности в прошлом. Это Божье предопределение. А с другой стороны, вечности будущего. Это Божья слава в небесах. Сошлюсь еще на один стих за пределами Евангелия от Иоанна. Тот же самый автор, другая книга. Первый автор, апостол Иоанн. Но будет у нас первое послание Иоанна, пятая глава, тринадцатый стих. А сие написал я вам, чтобы вы знали, что имеете жизнь вечную. Если есть перспектива потери спасения, то как узнаешь, будешь ты иметь вечную жизнь или нет? Узнаешь только, когда умрешь. Потому что никогда нельзя предсказать, что произойдет от данного момента до момента смерти. Непонятно, в каком состоянии настигнет вас смерть. В состоянии раскаянном или в том состоянии, когда вы отпали от благодати. Друзья мои, учение о потере спасения просто чудовищно. Оно противоречит самой сути спасения. Это учение держится на человеческих рассуждениях и на превратном толковании некоторых библейских фрагментов. Среди них и Евангелие от Иоанна, пятнадцатая глава. Ну, если в Евангелии от Иоанна, пятнадцатая глава нет предупреждения об опасности утратить спасение, то о чем же тогда этот фрагмент, о чем же эти стихи? Предложу вам две интерпретации. Давайте сначала подумаем о том, что значит приносить плод. Обычно под плодом мы понимаем либо благовестие, когда через наше служение другие люди каются. И это действительно одно из библейских определений плода. Кстати, такой плод есть у очень немногих христиан. Еще одно библейское определение плода. Есть проявление плода Святого Духа. Плод Святого Духа описаны девятью качествами в послании к Галатам, пятая глава, двадцать первой и двадцать второй стихи. And maybe it would be good just to read Galatians 5, 22 and 23. Галатам, пятая глава, двадцать второй и двадцать третьей стихи. Давайте мы с вами их прочитаем. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. One of the greatest scholars on the gospel of John, bishop John Charles Royal, who died in 1900, said that fruit in John 15 is simply repentance toward God and faith in the Lord Jesus Christ, resulting in a holiness of life. Епископ Джон Райл, известнейший исследователь и богослов 19 века, один из лучших знатоков Евангелия от Иоанна, говорил о том, что плод в жизни верующего человека... Could you repeat the quote from Royal again? Yes. Repentance toward God. Это плод в жизни верующего человека. Это покаяние перед Богом. Faith toward our Lord Jesus Christ. Вера по отношению к Господу Иисусу Христу. Holyness of life and conduct. These are what the New Testament calls fruit. That's what Royal wrote. Святость жизни. Святость жизни и повседневного поведения. Именно это в Новом Завете называется плодом. Так пишет Джон Райл. Итак, первая возможность интерпретации заключается в том, что Иисус предупреждает, если не будем пребывать на лозе, то не будем приносить плод, то в конечном счете окажемся в аду. Вторая возможность интерпретации заключается в том, что Иисус обращается здесь к лжехристианам. К тем, кто на самом деле совсем не христиане, но выдают себя за христиан. К таким людям, как, например, Иуда Искариот. Но самая большая проблема с этим взглядом заключается в том, что Иисус говорит о ветвях, и говорит, что это ветви во мне. Значит, речь все-таки идет о настоящих христианах. Помните, я вчера говорил о греческой фразе «эн кристо», «вохристе», фраза, которая указывает на подлинного христианина. Это сильный аргумент против взгляда о том, что эти слова относятся к лжехристианам. Но перед нами притча, а не послание. Перед нами более поэтический язык. Поэтому данное возражение не имеет такой уж решающей силы. Очень сильный аргумент в защиту, в поддержку такого взгляда мы находим в контексте, в происходящих событиях. Только что их покинул Иуда. На основании Иоанна 12 я уже говорил о том, что никакого спасения Иуда не терял. Он просто никогда не был христианином. Еще один сильный аргумент в защиту такой точки зрения заключается в языковом сходстве этого фрагмента и заключительных стихов Евангелия от Матфея, 7 глава, заключительных стихов Нагорной проповеди. Потому что в этом фрагменте Христос говорит о плоде и о лжебратьях. Евангелие от Матфея, 7, 15. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносит плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Итак, Иисус говорит о лже верующих, о людях, которые называют себя христианами, не являясь таковыми. Именно этот фрагмент из 7 главы Евангелия от Матфея, я считаю одним из самых лучших свидетельств, самых сильных свидетельств в пользу того, что спасение потерять невозможно. Почему? Об этом поговорим буквально через минуту. Но смотрите, что говорит Христос дальше. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи. Сколько людей попадают в эту группу лже-христиан? Многие. Что же мы знаем об этих людях? Они называют Христа Господом. Они ожидают после смерти оказаться в небесах. Но послушайте слова Христа. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Итак, мы знаем о них четыре вещи. Их много. Они называют Иисуса Господом. Они предполагают, что будут в небесах. И у них действенное служение, вплоть до того, что они совершают чудеса. Если спасение можно было бы потерять, то хотя бы один из них, хотя бы один из этих людей, его уж обязательно бы потерял. Но что же говорит им Христос? И тогда объявлю я им. И тогда объявлю им. Да, когда-то, конечно, вы все были христианами, но потом вы это спасение потеряли. Так ли? Неужели Христос говорит такое? Он говорит иначе. Я никогда не знал вас. Они изначально не были христианами. Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok